Почти 600 миллиардов тенге – это стоимость проектов, реализованных по карте индустриализации в Жамбылской области. Их 41. На новых производствах сейчас работают более 4,5 тысяч человек. В ближайшей перспективе развитие и химического кластера. Еще около 3 тысяч местных жителей будут обеспечены работой, рассказывает наш корреспондент. Более 500 гектаров земли займет химический кластер Казахстана. Он будет развиваться в Шустском районе. Местерасположение выбрано не случайно. Рядом проходят железнодорожные и автомобильные магистрали. Здесь планируют построить 16 химических заводов. Будет вложено чуть менее 3 миллиардов долларов в виде инвестиций. Этот масштабный проект начался с указа главы государства о создании специальной экономической зоны «Химический парк Тарас». Он был подписан еще два года назад. Именно в Жамбылском регионе выпускают третью часть продукции всей химической промышленности страны. За последние пять лет ВВП в регионе вырос почти в полтора раза. А если сравнить 2009 год с нынешним, то прогресс заметный. Объем продукции, выпущенной в области, увеличился в два с половиной раза. Для тех, кто будет строить заводы, на территории специальной зоны предусмотрены льготы. Инвесторы уже обращаются с предложениями. Особенно привлекают здешние перспективы предприниматели из Китая и Южной Кореи. Китайская компания намерена выпускать метанол, а другая – казахстанская диоксид титана. Оба продукта сейчас очень востребованы в России. Поэтому мы хотим привлечь обе компании как перспективных инвесторов. Ожидается, что когда специальная экономическая зона заработает в полную мощность, здесь будут обеспечены работой около трех тысяч человек. А всего за годы индустриализации в Жамбулской области трудоустроились более четырех с половиной тысяч местных жителей. Был реализован 41 проект. Их общая стоимость составила почти 600 миллиардов тенге. Алмау Разбаева, Канаджу Неспеков, Бахаджан Бапаев, Жамбулская область.